Гули-гуули-гули-гуули, ам-зам-зам, ага задам, агам задам! Гули-гули-гули-гули-гули, ам-зам-зам! Всем супер-привет и на канале! Сегодня мы открываем коллекцию жуки. Big animal world! Жуки из стрекозы, да? big animal world Поехали! Да Традиционно разлом-пир, первый пакетик Так, заставай, кто нам попался? вот она прилетела не какая-то это морковная да нет она морковка не питается на просто там где морковка растет она рядом откладывает личинки свои яички и потом из этих яичек личинки проникают вглубь морковки и поедают и морковка гниет а вот и жук правильно вот такой у нас красивый все так можно сказать навозный жук знаешь известнее чем это санитар леса санитар врач леса то есть он там где что-то гниет он туда ползет кушать питается этим гнилым и потом как бы перерабатывает получается из гнили удобрения это квадратный жук просто сейчас будешь смеяться когда узнаешь кто это этот хлебный жук вообще а знаешь как его называют куська хлебный куська хлебный куська или куська посевной еще это очень большой вредитель он да там где хлеб пшеница все растет он очень много поедает таких козлаков и очень большой вред наносит наконец-то стрекозы пошли стрекоза это не просто стрекоза русла это у нас шафранка красная вот это стрекоза это самая яркая красная насекомая в европе считается представляешь что нам раньше попался паук таракан паук таракан какой паук таракан конечно кузнечик мое самое любимое насекомое но я другую выбрал руссан кузнечик это единственное насекомое или одно из единственных которая живет во всем мире представляешь весь день во всем во всем мире можно встретить кузнеца кроме антарктины там где холодно это сверчок видишь они хвостики отличаются у него хвостик лишь такой двойной как вилка сверчки они у нас руссан всеятные они все кушают даже мелких каких-то насекомых маленьких кушают а но в основном предпочитают конечно растительную пищу они не вредители нет не циклоп это черный таракан помнишь жидконогая козявочку кашечка вот это кстати черный таракан у нас конечно почему-то здесь синий но вообще это как черный да таракан кстати их численность все время уменьшается знаешь почему потому что у него есть соперник рыжий таракан который все время теснит черных тараканов в этом мире ну и живут конечно рядом с людьми они где-то питаются то всякими отходами объектами ребята а у вас дома живут тараканы напишите мне в комментарии если живут у меня не живут яйца куда-то в тело других животных и они там представляешь развиваются то есть это очень большой паразит паразит это тот кто откладывает свои яйца куда-то в тело других животных и они там присаж развиваются кровь едят короче паразитируют на другом теле но потом питаются органами разными представляешь вот наша коллекция здесь представлена да русланчик ничего у нас есть еще там восемь пакетиков так что смотрим что у нас еще интересное впереди следующее нас порадуй нас чем-нибудь хорошеньким волшебный пакетик это жук плавунец водный жук он кстати охотится это хищник он охотится на других жуков даже на представляешь на мелких рыбок на мальков на головастиков охотится таракан я не знаю какой этот у нас американский таракан то есть слово американский значит он из америки очень странно кстати он вообще родом из африки его представляешь из африки завезли сначала в америку а потом в европу уже попал так 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 смотрю кто у нас там попался есть хоть положение классный жук что ли желтополосник да какой то это шпанская мушка да знаешь чем она кстати вредит очень вредитель тоже садится на кроны деревьев на самый верх и объедает все эти листья за ночь может съесть целую плантацию деревьев оливковых представляешь вот такой вообще вредитель мощный я тебе надо лепешку все отехнет хе 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 это стрекоза нет жук жук похоже на вот этого на вот этого похожа да нам попался вот этот жук это у нас золотая бронзовка золотая бронзовка да и про него много рассказать не можем но это тоже вредитель он питается цветками как растений так и деревьев объедает их во всю Так что такой у нас жучара попался. Быстрее прячься, а то он сейчас вас все заслабит. Ребята, я вам вот так скажу. Надеюсь, всем от этого животного это магомол. Магомол. Это крупный хищник у нас. У него, кстати, вот эти передние лапки, которые вот у него есть, они приспособлены для держания какой-то жертвы своей. Так что он же хищник, питается другими насекомыми. Он это так мотает, держит их крепко. Я видел, был папа-богомол, наверху был малыш-богомол. И он ел другого богомола. А, ничего себе. Это петлистый жук. Это жестокрылый жук. Он, кстати, очень большой у нас по размерам, да? Его численность тоже очень большая в природе. Жестокрылый жук. Жестокрылый жук. Это муха или пчела? Это пчела у нас, Руслан. Это пчелиная матка к нам попалась. Матка – это самка, то есть девочка у пчел. Это самое главное. Куда она полетит, куда все за ней пчелы полетят. Королева пчел, можно сказать. Ребята, а это у нас белый жук. Белый жук, да. Я не знаю, почему он у нас здесь синий, да? Хотя на самом деле белый. Может, они все меняют цвет в холодной, в горячей воде. Может, когда он поменяет цвет, будет своим цветом. Да, мы снимем второе видео, да, ребят, вам покажем, как они меняют цвет. Я думаю, он станет белым, да, наверное? Да, ну, наверное. А, кстати, белый жук, знаешь, чем известен? Если бы положить на настоящего белого жука, живого, на белую бумагу, то белая бумага по трене с ним будет не белой. Он будет самый-самый белый. Именно жук белее, чем бумага. Представляешь? Надеюсь, вам понравился этот ролик. Тогда ставьте лайк и подписывайтесь на канал Супер Руслан. Всем пока-пока-пока. Не пропустите второе видео. Второе видео скоро. Всем пока-пока. Супер Руслан. Жуки и стрекозы. Только жаль, что одна стрекоза. Набор жуки и стрекозы, а при этом стрекоза всего одна попалась, да? Хотя вся коллекция. Ну, так. Да. Ребята, хотите увидеть еще больше интересных видео? Тогда нажимайте на кнопку подписаться и не забывайте ставить лайк. Лайк, лайк, лайк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова